Всем здравствуйте! И мы начинаем наш третий логический семинар. И он будет посвящен в основном сортировке и поиску. Мы будем учиться приводить вещи в порядок. И на самом деле, прежде чем учиться приводить вещи в порядок, мы сегодня еще научимся приводить вещи в беспорядок. Это тоже интересно, но по-другому. И сегодня мы поговорим о самых простых задачах сортировки и поиска. А конкретно мы поговорим о линейном поиске и о так называемых сортировках с локальным принятием решений. Но прежде чем об этом говорить, давайте немножко углубимся, собственно, в язык СИ. Потому что сейчас, когда мы начнем говорить о поиске, кто может назвать самое фундаментальное отличие поиска от сортировки? Если говорить о поиске и о сортировке в их наиболее фундаментальном различии. Что мы можем сказать? Правильно, сортировка меняет массив. Поиск оставляет массив неизменным. Правильно? И у нас есть возможность гарантировать такие вещи на уровне языка. И в частности, у нас в языке есть так называемая константность. Давайте потренируемся в константности. Да, кстати, щелкните кто-нибудь на стрим. Там все хорошо? А, ну да, там все хорошо. Так вот, давайте поговорим о константности. Марк, переведи на масочку. Я буду себя за это ненавидеть при монтаже, но тем не менее. Что такое А? Переменная типа int. Все, что вы можете сказать об А, все говорите. А это переменная типа int. Правильно? Отлично. А что такое b? Это неизменяемая переменная типа int. Вы не можете в нее ничего записать. А вы, когда вы объявляете неизменяемую переменную, вы должны ее сразу инициализировать. Написать просто constant b – это ошибка. Ну, потому что если вы просто напишите constant b, вы потом ничему не сможете ее присвоить. Класс. Дальше. Int-указатель pA равняется адреса. Что такое pA? Прошлый раз говорили. Да. Указатель на int. pA – это переменная, у которой тип указатель на int. Согласны? Класс. Const int-указатель pCa. pCa – это адрес b. Что такое pCa? Указатель на неизменяемое. Указатель на неизменяемое целое. Сам указатель pCa может быть изменен. Если у нас в программе есть constant int c равно 3, то мы можем написать дальше pCa – это адрес c. И мы изменили значение pCa. Но то, на что он указывает, изменено быть не может. Мы не можем написать звездочка pCa равняется 3. Вот это ошибка. Это указатель на неизменяемые данные. Отлично. int-конст-указатель pCa равняется адрес b. Что такое pCa? Это указатель, который нельзя изменить. Нет, это то же самое, что pCa. Это тоже указатель на неизменяемые данные. Никакой разницы. А вот если я запишу int-указатель-конст cpa равняется адрес a, вот cpa – это неизменяемый указатель на изменяемые данные. То есть мы не можем написать, что cpa – это адрес b. Вот это ошибка. Но что мы можем написать? Мы можем написать, что звездочка cpa равняется 3. И вот это не ошибка. Указатель неизменяемый, но данные под ним изменяемые. Как правильно это читать? Это очень просто. Вы начинаете от переменной, от идентификатора, и просто читаете влево. Я потом вас научу более сложной технике, которая позволит вам читать любой сидеку. Но пока что такая основа сидеку. Вы начинаете от переменной, идете налево. И читаете константный указатель на изменяемые данные. Начинаете от этой переменной, идете налево, и читаете указатель на неизменяемые данные. От этой переменной налево, и читаете указатель на неизменяемые данные. Это понятно? Как определить неизменяемый указатель на неизменяемые данные? Да, два раза const. Мы можем написать constant указатель const cpca равняется адрес b. Адреса в данном случае будет ошибкой. Обратите внимание, что неизменяемый указатель мы обязаны сразу инициализировать, точно так же, как мы обязаны сразу инициализировать неизменяемый int. Изменяемый указатель мы не обязаны сразу инициализировать. Ну, я его тут инициализировал, но я мог и не. Давайте я выведу на экран этот слайд. Пусть он немножко погорит на экране. Итак, у нас есть языковая конструкция const, и у нас есть очень забавный выбор. Когда мы пишем constant вот здесь перед указателем, мы можем писать их в любом порядке. Мы можем писать int const, или мы можем писать constant вот здесь. Давайте проголосуем. А как бы вы написали? Вот это int const указатель pc или const int указатель pc, если разницы нет, а есть только эстетик. О, видите? Вот. А, соответственно, тема холиварная, и этот холивар называется east const против west const. Когда у нас const стоит здесь, он стоит как бы к востоку от int, это east const. А когда const стоит здесь, это west const. И у сторонников east const есть неотразимый по силе аргумент, когда мы пишем const вот здесь. Дело в том, что если мы систематически используем east const, то мы можем запомнить простое правило. Const означает константность того, что слева от него. то есть вот этот const означает константность вот этого int, вот этот const означает константность вот этого int, вот этот const означает константность вот этого указателя. Если мы используем west const, то правило становится немножко... то правило становится немножко сложнее. Оно становится таким. const означает константность того, что слева от него, кроме тех случаев, когда слева от него ничего нет, и тогда он означает константность из-за того, что справа от него. Как вы думаете, а в нормативных документах на язык Си, например, в стандарте языка Си, какая форма победила? East-const или West-const? Давайте проголосуем. Поднимите руки, кто за East. Один, два. Поднимите, кто за West. Все. А почему? И Иван, почему после приведенных мной неотразимых аргументов за удобочитаемость и так далее, вы за West-const? Ну, а что-нибудь еще? И на самом деле West-const обладает тем преимуществом, что действительно он читается как константный инт. Вот здесь, кстати, тоже можно написать инт-конст, но инт-константный как-то не читается. И поэтому для читаемости West-const побеждает. У нас есть против West-const еще один довольно жесткий аргумент, и это аргумент от type-дефов. Кстати, у меня просьба. А вы можете сфоткать доску и отослать ее на стрим? В смысле, в телеграм-чат. Сфоткать доску, отослать в телеграм-чат для тех, кто смотрит нас в телеграм-чате. Пусть они почитают то, что я написал на доске. А я сейчас сотру. Марк, еще разок камеру сюда. И мы поговорим о... И мы поговорим о type-дефах. Я, кажется, уже говорил о type-дефах. Но давайте поговорим о них еще раз. Type-деф, инт, myint. Что такое myint? Это синоним типа инт. После того, как вы это записали, вы можете писать в программе myint a равно 5. Теперь во всех кейсах, где вы употребляли инт, вы можете употреблять myint. Клево. Type-деф инт-указатель mypint. Что такое mypint? Это type-деф указателя на инт. type-деф const int указатель mypcint. Что такое mypcint? Указатель на неизменяемые данные. Клево. Type-деф int int указатель const mypint. Что такое mypcint? int Константный указатель на int. Правильно. Константный указатель на изменяемый int. То есть, смотрите, точно так же, как мы только что записывали переменные, абсолютная симметрия, мы записываем синонимы типов. То же самое мы можем записать синоним структуры. Например, смотрите, если у вас есть структ s, и здесь есть int xy, то вы можете написать type-деф. Давайте кто-нибудь догадайтесь, как. Денис, как мне написать type-деф, чтобы переименовать структуру s в mys? Type-деф структ s. Правильно, конечно. Структ s mys. И теперь обратите внимание, я могу не писать явно структ, я могу просто писать mys t, и вот это, это уже синоним для структ s. Поэтому очень часто, когда определяют структуры, то их пишут сразу в type-дефе. А если это сделать просто дефайном, то будет не дефайном? Если это сделать дефайном, это будет работать как подстановка, как макроподстановка. О макроподстановке у нас будет отдельный разговор, но пока у нас его не было, пока нам, к счастью, макроподстановка была не нужна. Заметьте, у нас еще не было ни одного примера, когда нам был бы нужен define. Правильно? Так вот, я с вами очень подробно поговорю о том, что такое define. Пока мы этого не сделали, просто не пользуйтесь. Да? А можем сделать type-деф, инт и квадратные скобки. Конечно. Это тоже самое. Конечно, только немножко не в таком синтаксисе. Еще раз, type-деф делается, как будто это объявление. Поэтому type-деф, инт квадратные скобки, мы делаем так. Type-деф, инт, my, r, квадратные скобки 5. Что такое myR? Синоним массива интов. Это синоним массива из пяти интов. Но заметьте, теперь мы читаем это немножко по-другому. Нам открывается вторая грань правила. Мы сначала идем направо и читаем массив из пяти, а потом мы идем налево и читаем интов. Почему мы раньше шли только налево? Потому что справа ничего не было. Вот у этого идентификатора справа ничего нет, поэтому мы сразу идем налево. В общем случае, когда мы читаем сидекул, мы сначала идем направо, потом мы идем налево. Я вам немножко проспойлерю. Потом мы идем вверх. Просто здесь верха нет. Аналогично мы можем определять другие массивы. То есть у нас вот есть typedef. И вот в typedefах... Марк, верни на меня. В typedefах у нас есть железобетонный аргумент. Смотрите. Мы говорим typedef int указатель pint t. Видите? Что такое pint t? Это указатель на int. Правильно? Если мы пишем pint t const x, что такое что такое что такое x? И мы не должны здесь думать. Смотрите, вы здесь думаете, а это вредно. Вы должны сразу начинать читать налево. Ну, вернее, сначала направо, потом налево, но справа ничего нет. Вы должны сказать int x это константный pint t. То есть x это константный что? Указатель на int. А const pint t x это что такое? Это то же самое. Это опять константный pint t. Понимаете? И вот здесь вот этот const он абсолютно вводит нас в заблуждение. Потому что когда мы ставим его здесь, нам может начать казаться и мало того, если мы используем define, то это будет правдой. Почему define никогда нельзя использовать? Потому что если мы тут используем define, тогда вот здесь будут разные вещи. да. Но мы говорим, что у нас уже есть тип pint t, а дальше мы с ним просто оперируем. И в этом случае у нас вот этот const вводит в заблуждение, потому что он все равно означает константный указатель. Этот const сообщает все равно константность типа pint t. Но тем не менее в существующем коде, в существующих кодовых базах и в существующих нормативных документах выигрывает west const. Просто потому, что людям больше нравится так писать. Поэтому я, чтобы не приучать вас к странному синтаксису, тоже буду писать west const. Но имейте в виду, что у east const есть свои поклонники, и за него есть свои аргументы. Теперь смотрите дальше. Почему я так много рассказывал о константности? Потому что константность часто используется в объявлениях функций. void foo int указатель r unsigned len. функция foo может прочитать и изменить массив. Все мы помним с прошлого раза, что что такое на самом деле указатель. Указатель это просто расстояние от начала памяти до нашего объекта, до начала нашего массива. Дальше в памяти лежат элементы этого массива. Мы передаем расстояние в памяти и передаем, сколько элементов лежит на этом расстоянии. void bar constant указатель r Вот эта функция может только прочитать массив. Она не может изменить элементы этого массива. Несмотря на то, что r это модифицируемая переменная, это указатель на неизменяемые данные. Поскольку у нас есть некоторая двойственность между массивами и указателями, мы можем также писать вот так и вот так. Это то же самое. Указывая массив неизвестного размера, вы указываете указатель. Потому что чем бы ему еще быть? Что такое массив неизвестного размера? Это всего лишь расстояние в памяти до этого массива неизвестного размера. Поэтому от вот этого не отличается ничем. Можете считать, что вот это второй синтаксис именно в объявлениях функции записи указателя. И когда мы хотим искать в массивах, нам очень важно указать, что мы не изменяем тот массив, который мы ищем. Вот это прям фундаментальная гарантия. И поэтому мы говорим, пусть у нас есть функция search, на вход которой приходит массив, его длина и тот элемент, который мы ищем. В этом случае мы должны что-то из search вернуть. Давайте договоримся, что поскольку мы возвращаем позицию, позицию логично возвращать unsigned. Правильно? Это позиция. Что такое позиция минус 2? Это немножко странно. И мы возвращаем позицию от 0 до len без 1, если элемент есть. То есть, если элемент в массиве len есть, он либо на позиции 0, либо на позиции 1 и так далее, либо на позиции len без 1. Правильно? Если же его нет, то мы возвращаем len. То есть, мы возвращаем индекс на единицу за пределами массива. Довольно логично. Мы возвращаем невозможную позицию. Это делает наш интервал поиска полуоткрытым. То есть, у нас полуоткрытый интервал от 0 до len, где len невалидное значение. Так многие делают. И у нас есть массив. Мы говорим search r610, search r642. Для 10 мы вернули двойку, для 42 мы вернули 6, то есть, позицию за пределами массива. Вопрос. Как бы вы написали такую функцию search? Давайте кого мы спросим? Матвей, как бы вы написали такую функцию search? Расскажите вот так, на пальцах. Она очень простая, здесь нечего выдумывать. Альмир? Ну, сперва нам нужно пробежаться по всем элементам и все. Конечно, конечно, пробежаться по всем элементам и все. Что здесь еще можно сделать? Как будет выглядеть эта функция? Это будет цикл по всем элементам массива, правильно? for от нуля до скольки до len с инкрементом 1. И дальше каждый элемент мы сравниваем с лемом. Если элемент оказался равен лему, мы возвращаем i. А если элемент оказался не равен на всем цикле, то после цикла мы возвращаем len. Давайте еще раз посмотрим на этот код. Я очень надеюсь, что вот к этому занятию у вас нет проблем с написанием такого кода. Он довольно прост. У нас есть search, мы делаем счетчик для цикла, мы идем от нуля до len. если pr и t это лем, тогда ретурны. Иначе ретурн len. Все помнят, что вот этот синтаксис pr и t что означает? Давайте я забыл, кстати, а как вас зовут? Артем. Что означает pr в квадратных скобках i? Ну, это элемент. А если вот формально переписать, как это мы можем формально переписать? Смотрите, pr это же указатель. Что мы делаем с этим указателем, когда указываем, что в квадратных скобках i? Ну, это как бы i-то ячейка памяти после него. Мы прибавляем i, это pr плюс i, и разименовываем результат. Мы к указателю pr прибавляем и продвигаем его на i элементов. Ну, мы его сам не изменяем, мы просто прибавляем, временное значение создаем. И берем результат по этому значению. То есть, это все равно, что pr плюс i в скобках, и все это разименовать. И каждый раз, когда мы пишем, если вы это забыли, давайте я напомню. Марк, можно еще раз туда? Давайте я это напомню. Каждый раз, когда мы пишем a в квадратных скобках b, это все равно, что написать звездочка a плюс b. Никакой разницы. Вообще никакой разницы. У нас a – это указатель, у нас a – это указатель. Операция плюс к нашему указателю прибавляет сколько-то, потому что указатель – это просто расстояние от начала памяти, мы идем плюс сколько-то. И операция разименования разименовывает точно так же и тут. Вот это равно единице, вот это равно единице. Понимаете, да? Great. Хорошо. Вам будут предложены две разминочные проблемы. Одна немножко попроще, другая немножко посложнее, чтобы вы их порешали. Проблема немножко попроще называется минимум и максимум. И эта проблема, она ну, просто написать один цикл, но чуть посложнее. На входе массив целых чисел нужно посчитать наибольшие и наименьшие элементы. Желательно за один проход. Ну, это просто так, раскликаться, да? Я надеюсь, вы напишете за пять минут. Создаете хранение для большего и меньшего, проходите один раз по массиву, считаете больше и меньше. Вторая программа интереснее, потому что вторая программа говорит нам о том, как мы создаем случайность. Еще раз сюда. Как мы создаем случайность? Мы создаем, допустим, у нас есть массив. Допустим, этот массив отсортирован. То есть, у нас есть массив и, допустим, он вот такой. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И нам нужно привести его в полный беспорядок. Разбросать игрушки. Мы все следующие занятия будем учиться складывать игрушки, но давайте сначала потренируемся их разбрасывать. Предложите мне алгоритм. Как вы разбросаете этот массив? С помощью функции рант, разумеется. Но как? Какой алгоритм? Можно выбирать по партнему. Можно на вызове функции рантом выбирать какие-то ячейки и иметь местные станки. Замечательно. Во-первых, сколько раз вы так сделаете? Определять функцию рантом. В смысле? Допустим, у вас идеальная функция рантом, которая возвращает идеальную случайность. Ей не бывает, но у вас там физическая реализация, квантовая коробочка. Функция рант идеальная. Сколько раз вы ее вызовете? Можно рантомное количество раз ее сделать. Хорошо. А насколько хорошим будет результат с точки зрения... Представьте себе, что вы взяли и перемешали этот массив миллион раз. И каждый раз перемешанный массив вы складывали в коробочку с номером, соответствующим вот этому числу. То есть, вот этот массив пойдет в коробочку с номером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Массив 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7 пойдет в коробочку с таким номером и так далее. Вопрос. После миллиона применений вашего алгоритма у нас все коробочки будут одинаково заполнены. И вот это большая проблема, потому что на самом деле нет. Тот алгоритм, который предложил Иван, это алгоритм следующий. Мы произвольно выбираем какую-то пару элементов через рант, после чего эти элементы меняем местами, после чего выбираем вторую случайную пару элементов, опять меняем их местами. И так делаем случайное количество раз. Когда вас научат Тиарверу, попробуйте оценить распределение вероятностей получившегося в результате такого процесса массива. Оно совсем не униформное. И люди искали возможность, как навести беспорядок максимально униформным методом. Алгоритм, который наводит беспорядок максимально униформным методом, называется тасование Фишера-Ейтса, и он удивительно прост. Что говорят Фишер и Ейтс? Они говорят, давайте из всех вот этих элементов выберем тот, который будет стоять последним. Мы выбираем из этих элементов произвольный элемент. Допустим, у нас попалась двойка. И меняем его местами с последним. Теперь последний элемент мы установили. И теперь из всех оставшихся элементов мы опять выбираем, кто будет последним. Уже в оставшейся части массива. Мы выбрали случайное число, допустим, случайно попало на шестерку. Отлично, мы оставляем ее на месте. И теперь у нас в конце этого массива стоят уже на своих местах двойка и шестерка, а мы идем тасовать дальше. И таким образом каждый элемент попадет на абсолютно случайную, но равномерно распределенную позицию. То есть распределение вероятности для позиции каждого элемента в итоговом массиве будет равномерным. Или что то же самое, если вы миллион раз это проведете, то все массивы, которые у вас окажутся в результате, равномерно распределятся по коробочкам. Вот все коробочки у вас будут примерно одинаково заполнены. Вот. Это очень важное свойство. И вам будет предложено реализовать тасование фишера-яйца. То есть здесь описан этот алгоритм. Дана также ссылка на Википедию, но в данном случае я его уже изложил на доске. Выбираем случайный индекс, меняем элемент этого индекса местами с последним элементом. Ну, разумеется, до означает не включая. Еще раз, все интервалы полуоткрытые. От 0 до n означает от 0 включительно до n не включительно. Дальше выбираем от 0 n-1 и так далее. Это проблем FE. Довольно тоже легко, но вспомним rant с прошлого занятия. Также не забывайте, что вы должны вызвать один раз в начале функции main srant от time чтобы установить сид. Все помнят. Хорошо. Теперь перейдем к установлению порядка. И сейчас мне опять потребуется немножко вашего живого участия. Допустим, мы разбросали игрушки, и теперь нам надо их собрать. Но собрать массив из циферок это слишком простая задача. Давайте мы будем собирать нечто более интересное. Представим себе, что у вас есть 300 немаркированных гирек. Они все одинакового размера и все одинакового цвета. И они все отличаются только весом. и у вас есть вот такие чашечные весы. И вас просят, вот у вас на столе куча этих гирек, и вас просят разложить их по столу в порядке возрастания веса. Давайте по-брейнстормим. Только пожалуйста, представьте себе сейчас эту реальную ситуацию. Перед вами правда лежит 300 гирек, стоят чашечные весы. Вот правда, серьезно. Что вы будете делать? Давайте начнем с Матфея опять. Матфей, что вы будете делать? А дальше как положить на столе? Дальше вы что делаете? Положили две гири на столе. Токтор меньше слева, токтор больше справа. Осталось 288. Что дальше? Вот смотрите, пузырек это как? Расскажите мне, что вы будете делать, и не слишком ли вы устанете в процессе? Это не 300, по 300 можно фигнировать, но конечно не идеально. Нет, нет, быструю сортировку человек не будет здесь использовать. Еще раз, пожалуйста, не выдавайте домашних заготовок. У вас стол, на столе лежат 300 гирик. Что вы делать-то будете руками? Люди сортируют не так, как компьютеры. Давайте изобретем человеческую сортировку. Альмир, как вы будете сортировать? взять любую пару, допустим, 10, меньше лево, больше права. Дальше. Нет, при этом больше может не оставлять, а одержать... Правильно, найти самую легкую. У Альмира блестящая идея. Альмир говорит, давайте найдем самую легкую один раз. То же самое, смотрите, то же самое, что мы делали с установкой беспорядка. Мы хотим растить инвариант. Вы видите, когда мы устанавливали беспорядок, мы говорили, мы установили на свое место одно число, установили на свое место следующее, и так мы установили на свое место все числа. И Альмир говорит, давайте двигаться так же, найдем самую легкую, установим ее на свое место, и сведем задачу к предыдущей. Из оставшихся опять найдем самую легкую, установим на свое место, и по крайней мере у нас на столе всегда будут самые легкие гирьки, расставленные в правильном порядке. А среди всех остальных мы будем продолжать поиски. Это не пузырек, это гораздо проще, чем пузырек, потому что взвесить и обменять со всеми на ее пути. А здесь вы одну гирьку свешиваете со всеми, в процессе ищите одну самую легкую, устанавливаете. Это гораздо меньше вставок, чем в пузырьке. Собственно говоря, в пузырьке у вас квадратичное количество вставок в массив, а здесь у вас квадратичное количество сравнений, но линейное количество вставок. То есть видите, просто по-человечески подумав, мы уже придумали что-то лучшее, чем пузырек, эта сортировка называется сортировкой выбором. Я могу предложить еще один человеческий вариант, но может кто-нибудь из вас еще что-нибудь предложит. Иван, что бы вы предложили? Вы бы так же делали. А Артем? Не знаю, может с черновой начать. То же самое. А давайте, хорошо, а давайте вот Ксюша. Хорошо. Антон, может быть вы что-нибудь предложите интересное? Иван? Мне нравится быструю сортировку. Ну, а как вы сделаете быструю сортировку? Расскажите. Я думаю, 300 гет на столе. Да. Центрально. Так. Вешиваю каждый раз. Да ладно, серьезно. Дальше делать partition? Класс. Люди так не работают, Иван, воспалились из другой планеты. Денис? А смотрите, а давайте я предложу вам еще один алгоритм. Вы выбрали две гирьки, одну потяжелее, другую полегче. А дальше мы выбираем третью, взвешиваем ее с обоями и ставим на правильную позицию между ними. У нас получается три гирьки, которые стоят в правильной последовательности. Дальше мы берем четвертую гирьку и мы хотим ее тоже установить в правильную последовательность. Мы можем взвешивать ее со всеми, но мы можем действовать бинарным поиском. Да, мы взвешиваем ее со средней, и потом, если она тяжелее, чем средняя, то мы идем налево, а если она легче, чем средняя, то направо. И дальше каждую следующую гирьку мы устанавливаем, то есть у нас опять получается копится инвариант. И вот этот инвариант, который копится, это опять же уже правильно стоящие гирьки, в которые мы вставляем новые гирьки. И вот этот копящийся инвариант в данном случае определяет так называемую сортировку с локальным принятием решений. Потому что когда эта сортировка, кстати, называется сортировка вставками, мы берем гирьку, вставляем ее в массив. А когда у вас есть сортировка, где вы одновременно анализируете только одну гирьку и принимаете локальное решение, куда ее вставить в хвост, можно доказать, что у вас не может получиться лучше, чем квадратичное количество сравнений. И плюс вставок. То есть сравнение плюс вставки ограничено квадратом. Но до некоторой степени асимптотически это не лучше пузырька. Но по реальному времени это гораздо лучше пузырька. И обратите внимание, пузырек это тоже локальный метод. Пузырек это локальный метод, который очень похож на сортировку вставками, но в котором мы следующую гирьку сравниваем с каждой даже в неосортированной последовательности. И она сама тонет, проходя всю эту последовательность. Вот. Итак, давайте я расскажу идею. Идея сортировки вставками. У нас растет отсортированная часть. Мы начинаем с несортированного массива. Первый элемент всегда на своей позиции. Второй элемент мы меняем с первыми местами. Третий элемент, чтобы установить сюда, мы что делаем? Да, мы все сдвигаем вот сюда, мы делаем вот здесь четверку, вот здесь тройку, вот сюда ставим двойку. Десятый уже на своем месте, двенадцатый уже на своем месте, чтобы вставить единицу на своем месте, мы все сдвигаем, чтобы вставить пятерку на свое место, мы все сдвигаем, чтобы вставить шестерку на свое место, мы все сдвигаем. За счет того, что нам иногда приходится все сдвигать, в худшем случае нам всегда придется все сдвигать. Это от n квадрат по вставку. Я написал часть этого алгоритма, и вам сейчас в задачах будет предложено написать вот эту часть, недостающую. То есть, ту часть, которая сдвигает. Идея selection sort. Мы выбираем самый легкий, 12, и меняем 42. Теперь 12 стоит здесь. Мы выбираем самый легкий, 16, меняем 16 стоит здесь, 26 здесь, и так далее. Мы каждый раз ищем самый легкий и меня. Опять-таки, я написал linear search. Linear search у нас уже есть. Я написал swap. Вам нужно использовать вот это linear search и swap, и написать selection sort. После этого мы поговорим о том, почему пузырек плох, но что называется, после этого. А сейчас давайте перейдем к решению задач. Где? Вот здесь? Потому что вот здесь стоит 42, здесь 12. Мы меняем местами 12 и 42. Да. 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 те. Да. Да. Тебе intensコ Very dear. los Продолжение следует... 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 все вот эти методы insertion, selection и вставки они все принимали локальные решения но вот Ваня, когда мы обсуждали задачу с гирьками, он нам говорил, что он сделал бы вот так он механически не думая о том, какие гирьки где выбрал бы из этих гирек одну гирьку он просто вот так взял бы какую-нибудь гирьку ну или взял бы первую попавшуюся после чего он начал бы взвешивать все с ней и раскладывать те, которые легче ее налево а те, которые тяжелее ее направо после чего он опять взял бы вот эти два получившихся массива из того взял бы из каждого по гирьке и начал бы так раскладывать в этом случае Ване был бы глобальный глобальный выбор он действует над всем массивом он не накапливает локального инварианта о таких о таких способах мы с вами поговорим в следующий раз а в этот раз мы с вами закончим сегодня на другом смотрите вы сейчас все бросились писать сортировку вас можно понять вы первокурсники Марк ты когда-нибудь в жизни писал в рабочей жизни на работе ты когда-нибудь сортировку писал нет а почему она уже есть готовая первый вопрос который задает программист на языке Си когда его просят отсортировать массив а у вас что в языке Си нет сортировки а как это не парадоксально до некоторой степени в языке Си нет сортировки но но это утверждение вы поймете еще не скоро а пока что она есть и мы сейчас должны очень быстро добежать до способа которым вы во-первых сможете себя проверять то есть то что в языке Си есть сортировка не значит что их не надо изучать знать алгоритмы сортировки надо это очень полезно поэтому мы будем писать сортировки но если вам нужно совсем просто отсортировать то у вас всегда есть возможность вызвать готовую функцию сортировки к сожалению готовая функция сортировки в языке Си не так уж и проста давайте подумаем о том как могла бы выглядеть функция сортировки в языке Си которая сортирует не целые числа а произвольные объекты Чтобы она могла отсортировать и массив структур, и массив интов, и массив даблов. Как она должна выглядеть? Наш массив – это void-указатель. Дальше, как мы сообщим туда тип? Просто через размер элемента, да. Мы говорим, что у нас есть массив, это void-указатель, мы не знаем на что. В этом массиве есть сколько-то элементов. Каждый элемент – это черный ящик, мы от него знаем только размер. Хорошо, но этот массив должен элементы как-то сравнивать, понимаете? И мы должны как-то передать туда функцию сравнения. И вот сейчас мы снова поговорим о Сидекле. И вот сейчас мы узнаем все черные уголки Сидекла. Потому что сейчас мы поговорим про указатели на функции. Без этого кусорт не заведется. Итак, что такое указатель на массив? Что такое массив указателей для начала? Смотрите. Я пишу вот так. Int-указатель r3. Что такое r? Артем? Ну, это массив с указателями. Правильно. Мы, не думая, начинаем читать направо, а потом читаем налево. Это массив из трех указателей на int. Согласны? Отлично. Если я возьму и поставлю вот сюда скобки, что такое r3. И я сейчас расскажу вам последний секрет Сидекла. Мы читаем направо, потом налево, а потом выходим из скобок и снова читаем направо, потом налево. Направо, налево, вверх. С каждым годом отстанутся все опаснее. Направо, налево, вверх. Давайте механически прочитаем, что такое r3. Артем? Так, r... Я не знаю, что это... Направо ничего нет. Что налево? Указатель. r3 – это указатель. Выходим вверх, читаем направо. На что? С трех или нет. Нет. Указатель на что? Квадратная скобка. На массив. Это указатель на массив из трех элементов типа int. Что такое указатель на массив? Указатель на массив – это очень странная вещь. Потому что, если у вас есть просто указатель, то вы знаете, что у вас есть память. И в этой памяти где-то лежит элемент типа int. И вот есть расстояние до этого элемента. Правильно? Это расстояние имеет какой тип? Инт-указатель. Это же поинтер. Расстояние – это поинтер. Она имеет тип int-указатель. Прекрасно. Дальше. Представим, у вас где-то лежит массив из трех int. Вот это, например, int-a3. Вот это a0. Вот это a1. Вот это a2. Все это int. Адрес a1 имеет какой тип? Адрес a0 имеет какой тип? Адрес a0 – это int-указатель. Это указатель на первый элемент массива. Правильно? Но, смотрите, то же самое расстояние мы можем интерпретировать не как адрес первого элемента массива, а как адрес всего массива. Мы говорим, что у нас есть вот этот самый int a3 от трех. И у нас есть int-указатель pa – это адрес a3 нулевого. Так? Вот это pa. Но у нас есть также int-указатель r3. Давайте напишем это pr3. Int-указатель pr3 на массив из трех элементов, который – адрес самого a3. Не a3 нулевого, а самого массива a3. И это точно такое же расстояние. Это расстояние до начала массива. Чем отличается pa от pr3? Он отличается типом. Если я к pa добавлю 1, то pa плюс 1 – это где? pa плюс 1. pa. Это a1. Это следующий элемент. Вот это pa плюс 1. А если я к pr3 прибавлю 1, то это следующий массив. Да? То это следующий массив из трех элементов. Если я сюда прибавлю 1, то он инкрементирует сразу на 3 элемента. Понимаете? То есть, это указатель на весь массив. И если у нас могут быть указатели на массивы, давайте потренируемся дальше. Сфоткайте. Ну, у меня это все на слайде горит на самом деле. Ну, ладно, сфоткайте так. Так тоже может быть полезно. Вот. Тогда у нас могут быть и указатели на другие интересные объекты. Например. Давайте опять-таки механически прочитаем. Ксения, что такое фу? Направо, налево, вверх. Фу – это функция, которая принимает int. Отлично. Тоже ксения. Это пфу читается. Что такое пфу? Прочитайте мне. Не думая, просто прочитайте. Указатель на функцию, которая принимает int и возвращает int. Вау! А что это? А смотрите, что мы можем сделать. Мы можем сказать, что пфу – это адрес фу. Потому что функция лежит в той же памяти, что и данные. Функция тоже лежит в памяти. У нее тоже есть расстояние от начала памяти до нее. И через пфу мы можем ее вызвать. Мы можем написать int a равняется пфу от трём. И тогда здесь вызовется функция фу. После чего, если у нас есть вторая функция с той же сигнатурой, int bar от int, мы можем написать, а теперь пфу – это адрес бар. И int b – это пфу от трёх. И здесь вызовется уже функция бар. То есть, пфу хранит указатель на функцию. И мы вызываем функцию по указателю. Это прекрасно. Это означает, что если у нас есть указатели на функцию, то мы можем передать этот указатель на функцию, который умеет сравнивать элементы. Представьте… Марк, не переключай пока. Представьте себе, что у нас есть функция… Функция… Хотите это тоже сфоткать? Может быть, полезно. Представьте себе, что у нас есть функция… Да, и в Telegram это сразу засылайте, чтобы те, кто на стриме, тоже это всё видели. Представьте себе, что у нас есть функция, которая сортирует неведомый нам массив. Представьте себе, что у нас есть неведомый нам массив. Это массив «мы не знаем чего». Мы только знаем, что в этом массиве есть четыре элемента. То есть мы знаем его общую длину. Лен. И мы знаем размер конкретного элемента. И, допустим, размер конкретного элемента 12 байт. Тип структуры из трёх антов. А какой тип будет у массива, о котором мы ничего не знаем? Какой тип будет у указателя на первый элемент такого массива? Если мы хотим посчитать от начала памяти расстояние до начала этого массива, вот этого расстояния должен быть какой-то тип. Какой у него тип? Какой? Типа «войт» не бывает. Это «войт» указатель. «войт» указатель – это указатель, но мы не знаем на что. Указатель на что-то. «войт» указатель. Как вы думаете, если у меня есть «войт» указатель «p», я могу сделать «p» равняется «p» плюс 2? Нет. Потому что 2 чего? Вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем размеры. Смотрите. Если у меня есть «чар» указатель «pc» и «int» указатель «p», то когда я делаю в памяти, вот у меня лежит «int», а вот у меня лежит гораздо более маленький «чар». Вот сюда указывает «p», вот сюда указывает «pc». «p» плюс 1 куда будет указывать? На следующий «int» вот это «p» плюс 1. А «pc» плюс 1 куда будет указывать? На следующий «чар» вот это «pc» плюс 1. Вы видите разницу? К «int» прибавляются плюс 4 байта, когда мы делаем плюс 1. А к «чар» плюс 1 байт. То есть разные указатели растут по-разному. А к «войт» указателю сколько прибавлять? Для «войт» указателей заблокирована адресная арифметика. Мы не можем к нему ничего прибавить. У нас есть массив. Кстати, а мы можем как-то по-другому вот это расстояние истолковать? Если это не «войт» указатель, тогда это может быть еще что? Какого типа нам гарантированно хватит, чтобы адресовать любую ячейку в памяти? Чар-указатель. Это может быть чар-указатель. Это может быть «войт» указатель. Но это может быть и чар-указатель. Потому что мы точно знаем, что по границе вот этого он идет по границе чара. Это не может быть «int» указатель, потому что мы не знаем «int» или «int». Но ни почему, кроме границы чара, он идти не может. По определению «байт» – это минимальный адресуемый ячейк. Чар – это «байт». Да. А если у нас, например, массив «int» – то у нас обязательно, что адрес начала этого массива тратит четырем размером? Нет, не обязательно. Нет, не обязательно. И на некоторых архитектурах вы из-за этого очень сильно страдаете. Любой разумный программист сделает все от него зависящее, чтобы, если у вас массив «int», его начало было кратно размеру «int». Но это не гарантируется. Хорошо. Теперь мы скажем, что гипотетическая функция… Я вот это лишнее сейчас уберу, это просто пояснение. Гипотетическая функция, которая сортирует такой массив. Что она могла бы брать на вход? Во-первых, она могла бы брать войд-указатель на сам массив. Дальше что? Размер элемента. Да, общий размер, размер элемента. И дальше она должна брать что-то. А как его сортировать? Как их сравнить на меньше? Это гирьки, а где весы? И поэтому последним аргументом она должна брать указатель на функцию, которая сравнивает на меньше что? А что могла бы брать такая функция на вход? Два конствует-указателя. Она же сравнивает, поэтому конствует-указателя. И он берет на вход функцию, которая возвращает int, указатель KMP, функция компаратор, и которая сравнивает конствует-указатель, конствует-указатель. Конствует-указатель, потому что она не собирается их менять. И дальше вы сами, когда вы вызываете эту функцию, вы же знаете, какой у вас массив. Вы должны сами написать компаратор, который подойдет под эту сигнатуру. Представим себе, что вы хотите вызвать эту функцию, чтобы отсортировать ей массив int. Пусть это побудет на доске, Марк, переведи на меня. Представим себе, что вы хотите вызвать эту функцию, чтобы отсортировать ей массив int. Вы должны написать компаратор с вот такой сигнатурой. Все помнят, что такое сигнатура? Сигнатура – это тип возвращаемого значения функции, типы ее элементов. Причем, давайте договоримся. Вот этот компаратор, он должен вернуть больше, меньше или равно, правильно? Давайте договоримся так. Если a меньше b, то он возвращает минус 1. Если a равно b, он возвращает 0. Если a больше b, он возвращает 1. Окей, договорились. Хорошо, а теперь смотрите. Если вы хотите отсортировать массив int, то вы передадите в эту функцию адрес первого элемента массива, приведенный к войд-указателю, правильно? Это легко. Длину массива, size of at int, размер элемента. Как вы напишите компаратор? Вот есть идеи. Андрей, как вы напишите компаратор? Вот функцию с вот такой сигнатурой, но вы знаете, что под этим вводит указатель const, живут int. Да, просто преобразовать к int-указателю. Вы же знаете, что это на самом деле int. Поэтому просто преобразовать к int-указателю, разуменовать, сравнить как int. Давайте я напишу вам этот компаратор. Вот смотрите. Вот компаратор intless. И как он работает? Мы получаем lhse, указатель. Мы знаем теперь, что на int. Мы получаем rhse, указатель. Мы знаем, что на int. И дальше мы просто сравниваем их как int. Ну, это неправильное сравнение в данном случае. Почему? Потому что оно не вернет минус 1. Мы должны их не сравнить. А что мы должны сделать? Мы должны их скорее вычесть. Если они равны, это будет 0. Если один из них меньше, это будет меньше 0. А если один из них больше, это будет больше 0. Давайте попробуем это на примере. Потому что проще всего такие вещи понимаются, когда это пробуешь просто написать. Вот смотрите. Давайте я выведу консольный экран. Представим себе, что у нас есть массив int off. Давайте идем. cd03.race.ls. Вот, kusort.c. Итак. А, это не тот kusort.c. Sorry. А давайте... Ну, тут нет правильного. Давайте назовем это kus.c. Итак, смотрите. У нас есть include std.h. Include std.h. kusort живет в std.h. И мы говорим int main. И мы хотим отсортировать какой-то массив. Давайте заведем массив. int r 5 равняется 5, 3, 1, 4, 2. И давайте сделаем какой-нибудь компаратор int off. Давайте сделаем компаратор int off на меньше. Мы говорим int, int less, компаратор int off на меньше, который берет const void указатель lhs. lhs это left hand side. То, что стоит слева. const void указатель rhs. Так, единственное, давайте я чуточку побольше сделаю, чтобы вам был чуть лучше вид. Вот так. Значит, мы берем эти int и мы должны написать этот компаратор. Первое, что мы делаем, мы говорим const int указатель lhs. lhs это lhs, ну или const int указатель lhs, если писать полностью, но язык c этого не требует. Если у вас плюсовый компилятор, то он этого потребует. Дальше мы получаем указатель на irhs. const int указатель rhs. А дальше мы говорим return, а звездочка и lhs, если звездочка и lhs больше, чем звездочка и rhs, if вот это, тогда return 1, а если меньше, тогда return минус 1. иначе return 0. Сравни линты. И теперь мы говорим, чтобы вызвать функцию qsort, а у qsort следующая сигнатура ptr count size comparator. Ну, ровно то, что я на доске, собственно, написал. Чтобы вызвать функцию qsort, мы говорим... Sorry. Мы говорим qsort, ptr – это в данном случае r, count – это в данном случае 5, size – это в данном случае size of at int, comparator – это в данном случае in less. и for i равняется 0 и меньше 5 плюс плюс. И делаем printf процент d пробел запятая r и t. и в конце, чтобы красивенько было printf перенос строки. Что еще раз? Да, объявите, определите. Совершенно точно. Так, вот здесь. Значит, вот, отсортировали. Давайте попробуем, пролезет ли этот компаратор в сортировку. Мы говорим gcc.qs.c. О, все хорошо. А dot out – 1, 2, 3, 4, 5. Пролез. Видите, вместо того, чтобы писать собственную сортировку, мы написали компаратор и вывозили стандартно. Давайте попробуем отсортировать что-нибудь другое. Давайте скажем, что у нас есть структуры. Struct. Struct, и эти структуры – это комплексные числа. У них есть int real и image. Целая часть и мнимая часть. Вопрос. Как мы напишем компаратор для комплексных чисел? Что такое меньше для комплексных чисел? Давайте определим в каком-нибудь смысле меньше для комплексных чисел. Давайте по модулю. Давайте по модулю, действительно. Int complex. Тоже const void указатель. Только теперь мы приводим const void указатель к чему? Правильно. Construct. Комплекс. Указатель. И здесь construct. Комплекс. Указатель. Теперь мы говорим… Ну, ладно, настоящие комплексные числа имеют дабловые составляющие. Это не комплексные числа, это гауссовы нумералы. Ну, пусть будет называться комплекс. Какая разница? Я просто для примера это делаю. Дальше я делаю две интовые переменные. int lhsm – это ilhs real умножить на ilhs real плюс ilhs image умножить на ilhs image. Правильно? Квадратный корень будем брать? Не надо. Только время тратить, да? Да, construct комплекс звездочка. Давайте чуть меньше шрифт сделаем, чтобы влезало на экран. Давайте я это уберу. В языке C это необязательно. Если у вас плюсовый компилятор, то вы должны это писать. C это писать не нужно. Вот. И дальше то же самое для rhsm. Ну, разумеется, вы должны писать функцию, которая модуль считает. Но я в данном случае немножко тороплюсь, поэтому я сделаю отвратительный копипаст. Прекрасный копипаст. Все. И дальше я говорю. Если lhsm больше, чем rhsm, тогда я возвращаю 1. Если lhsm меньше, чем rhsm, то я возвращаю минус 1. В противном случае я возвращаю 0. Теперь давайте я сделаю массив из этих комплексных чисел. Struct комплекс cr5. И давайте сделаем, например, 1.5. Минус 3. 6. 1.0. 0.0. Еще какое-нибудь придумайте. Сколько? 10. 10. Чтобы на месте осталось. Да? Вот. Массив из 5 комплексных чисел. Давайте отсортируем массив из 5 комплексных чисел. Qsort cr. Давайте вот это все сюда сдвинем. yang, соответственно, shift-p. Qsort, соответственно, cr5. Сайзов от чего? Adstract комплекс. Adstract комплекс, конечно. А какой теперь будет компаратор? Тот, который мы написали. Comples, да? Comples, да. И теперь давайте выведем процент D, процент D в этих скобочках. Соответственно, cr.it.real. cr.it.image. И тоже перенос строки после всех. Давайте опять откомпилируем. Запустим. Вау! У нас отсортировались комплексные числа по модулю. Видите? Мощь Qsort. Вызывать Qsort полезно, весело и интересно. Главное, что вы должны научиться при этом, это писать компаратор. У кого-нибудь есть вопросы по компаратору? Кто-нибудь не понимает того, что здесь у меня написано для intов, и того, что здесь у меня написано для комплексных чисел? Мы взяли const void указатель, потому что мы не знаем указатель на что. Но в тот момент, когда мы пишем компаратор, мы знаем, что мы будем с этим компаратором вызывать. И когда мы вызываем, мы знаем компаратор на что нам нужен. Согласны? И поэтому мы приводим. Если компаратор для intов, мы приводим к intu. Если компаратор для struct complex, мы приводим к struct complex. Никаких сюрпризов. Прекрасно. Теперь давайте немножко поговорим о ваших работах. и устроим небольшой код-ревью, потому что сегодня было много интересных решений. А потом, значит, я сделаю небольшой анонс на следующий раз. Можно на интервью по поводу кейсов на SSE? Это потом. Давайте я сначала ревью сделаю, а потом уже после занятия, просто как-то под запись. Да, соответственно, проблем ММ. Максимум и минимум. Я хочу показать вот это решение сначала. Это, не помню, кто решал. В данном случае не так важно. Это решение мне чем нравится. Давайте посмотрим. До некоторой степени эталонное решение. Проблем ММ. Что здесь делается? Мы делаем scanf%dSize. И сразу после того, как мы сосканировали, мы проверяем на 0. А здесь можно написать вот так через if else. Можно написать сэкономив отступ. И обычно люди пишут сэкономив отступ. То есть обычно вот здесь люди сразу пишут return 0. Возвращаются из мейна. После чего вот этот else просто не пишут. Если вы можете сэкономить отступ, экономьте. То есть если в if вы можете сразу сделать return, то вот эту штуку можно поместить вот сюда. Это немножко лучше. Дальше человек совершенно правильно считывает массив. После чего вот эта довольно важная часть. Изначально мы устанавливаем минимум и максимум в нулевой элемент. И дальше, когда мы идем по этому массиву, если it больше max, если it меньше min. Что вот с этим можно сделать? Вот с этим кодом. С 24 по 38 строчку. Что с ним хочется сделать? Конечно. Спасибо. Его хочется вынести в функцию. Это прекрасная функция. Замечательная функция, которая берет любой массив. Неважно, считали ли вы его с клавиатуры или еще чего-то. И просто этот любой массив ищет в нем минимум и максимум. Вот его хочется в функцию вынести. Прекрасно. Дальше. Я покажу вам пример Фишер-Ейтса, который содержит в себе чудовищный оверенжиниринг. Чудовищный. Итак. Человек решал. И человек решил, что он сделает круто. Давайте посмотрим, как выглядит Фишер-Ейтс. Действительно круто. Мы берем, выносим read-in-tarray в специальную функцию, которая внутри себя лоцирует память. Поэтому мы должны не забыть, вот здесь malloc. Поэтому мы должны не забыть освободить память, когда мы закончим с ней работать. Видите, Марк написал need to free. А после чего мы делаем специальный убер-макрос-чек и начинаем брать в него сканефы. Вот в свой собственный макрос-чек, даже в свой собственный макрос-чек, брать сканефы – это не очень безопасно, потому что они исчезнут. Почти ту же проблему в Фишере-Ейтсе совершил другой пославший решение студент, который написал здесь assert. assert. Вот assert сканеф – это вообще плохо. То есть это совсем плохо. Почему? Потому что когда вы делаете релизную сборку, вы делаете define-dn-debug, и у вас все assert из программы исчезают. Именно поэтому assert безопасно ставить даже в нагруженных циклах. Мы помним, для чего нужны assert. И на самом деле они проверяют утверждения, которые точно верны. Поэтому они нужны только в дебаге, они не нужны в релизе. Если вот этот assert исчезнет, то что произойдет? Сканеф исчезнет, понимаете? Никогда так не делайте. И кроме того, мы видим, что человек сделал сиолог и забыл сделать фри. На следующем контесте, кроме стайл-чекера, будет включен валгринт, который будет такие решения заворачивать. Потому что не нужно выделять память и забывать ее освобождать. Идем дальше. Ну да. Где в debug-on? Вы можете использовать стандартный макрос n-debug. n-debug довольно стандартный макрос. Значит, у вас есть... Ну, в данном случае не нужно его использовать, конечно, все правильно. Итак, здесь у нас есть написанный хостовый код, который что-то делает. И есть функция moveWrite. Функция moveWrite здесь написана неплохо, но в ней есть существенная ошибка. Давайте посмотрим на эту ошибку и попробуем ее найти. Итак, что делает здесь функция moveWrite? Просто я боюсь, что те из вас, кто будут делать это задание дома, у вас тоже может быть такая ошибка. Она от нуля до last. Если k меньше или равно орытая, то есть как только мы нашли от нуля какой-то элемент, который меньше или равен орытому, в этот момент мы начинаем двигать вправо. Это не очень рационально, потому что двигать вправо в общем случае дорого. И поэтому эта программа не проходит тесты. Давайте я вам покажу единственный упавший тест. Она проходит 9 тестов, она не проходит один последний. Вот этот, второй. Потому что во втором тесте у вас есть серия единиц. И вот эта программа выдает совершенно правильный массив 1, 1, 1, 3. Но она выдает позицию 0. Тогда как на самом деле двигать вы должны были начать только отсюда. И правильная позиция вставки 2. Если мы можем сэкономить количество движения вправо, то мы должны сэкономить. Поэтому мы не должны искать первую же единицу. Ну, в смысле, первый же элемент меньше или равно. Как мы должны поправить эту программу? Да, постараюсь здесь строго меньше. Строго больше, да? Значит, как только мы нашли первый элемент строго больше, вот тогда мы начинаем действовать. Пока мы находим равные элементы, мы можем все еще не начинать сдвиг вправо. Хорошо. Еще одно решение. Последнее на сегодня – это решение ССЕ. Здесь довольно неплохо решено. Здесь сделано как? В одной итерации ССЕ делается вот этот поиск. Если мин больше ары, мин равно ары, мин пос равно и, да? И на самом деле вот от этого всего дальше используется только мин пос. Мин нигде не используется. Согласны? Соответственно, что нам хочется сделать вот с этим вот? Отдельную функцию? Конечно. Вынести в отдельную функцию. Мало того, мы даже знаем, как она называется. Это обычный линейный поиск, да? Мы просто ищем позицию минимального элемента. Просто это позиция не конкретного элемента, а позиция минимального элемента. Собственно, что мы уже написали в первом задании? Вы могли взять вот эту функцию с первого задания. Помните, нам только что хотелось в первом задании вынести в отдельную функцию и использовать ее здесь. То есть отдельная функция, которую вы написали раньше, могла пригодиться вам позже, в следующем задании. И у меня на самом деле, я уже это рассказывал, у меня все задания построены вот так, чтобы при хорошем, аккуратном написании простых заданий то, что вы там написали, помогало вам в более сложных. Вот. Соответственно, у нас заканчивается время, в следующий раз мы обсудим другую группу методов сортировки и поиска. Сегодня мы обсудили линейный поиск и сортировки, которые накапливают линейный инвариант. Сортировка, которая накапливает линейный инвариант, не может быть лучше, чем от n в квадрате. Линейный поиск не может быть лучше, чем от n. Но мы же навели абсолютный беспорядок всего лишь за о от n. Почему мы не можем навести абсолютный порядок за какую-нибудь тоже разумную, то есть не квадратичное, а какое-нибудь разумное время? И в следующий раз мы поговорим о методах, которые называются группой методов «разделяй властвуй», и мы, как это ни парадоксально, докажем теорему. Я при вас еще не доказывал никакие теоремы. Мы докажем единственную теорему на этом курсе, которая будет называться «главная теорема» – «the master theorem». Всем спасибо, всем до следующего раз.